И так, внимание, запоминай, я из будущего. Я по таким просто балдею. Жреть. На самом деле, удивительно прикольно. Что ты делаешь? Зачем ты их грызешь? Не знаю, что я сделал, давай поднимать. Да ну нахрен! Привет, друзьяшки! С вами Леон, и это очередной вложик, в котором я делюсь с вами на протяжении всего дня. Всем, чем вижу, все, что вижу, короче говоря. Вот. Сегодня планируется весьма насыщенный день. Я все-таки съезжу и узнаю, что же от меня все-таки хотела та женщина, которая звала в свою пирнушку. Вот. Потом надо еще съездить с Аленой там погонять по каким-то местам. А, да, на почту. Короче, пришла посылка из Китая. Помните, мы заказывали китайские ошметки, хотел сказать, конфеты, которые вот эти вот травились там. Карри Поттера-то. Короче, с того же адреса пришла еще одна посылка. Тоже из Китая. И что в ней, мы вот просто понятия не имеем. То есть, мы уже свою посылку получили. И тут приходит еще одна. Ее надо забрать. Ладно, съездим, посмотрим, что там за посылка. Я надеюсь, вам тоже так же интересно, как и мне. И что-то еще хотел я вам рассказать. У меня тут буквально... Я два часа назад проснулся, я тут вот ролик монтирую. Не хочу камеру трогать. Давайте лучше монитор покажу. Монитор гораздо веселее показывать. Вот видите, вот я вот тут монтировал. И я, видите, начинаю обрастать. Не так давно я подстригся, и уже волосы опять растут. Я говорил про то, что мне очень быстро отрастают волосы. Буквально за три месяца они у меня обратно в то состояние вернутся. Ну, по моим расчетам. По крайней мере, раньше так было. Многие олдфаги это помнят. Вот. И, конечно, когда люди видели меня и таким, и теперь таким, там прям, знаете, два лагеря образовалось тем, кому нравится. Вот моя нынешняя прическа, и тем, кому нравится моя старая прическа. Тут уж, ребята, извините, у меня одна голова, и как бы периодически я буду либо таким, либо таким. Так что привыкайте. Вот. Ну, а пока что это все. А вот здесь, кстати говоря, я вам все-таки покажу. Тут, ну, может, некоторые вопросы задаются, что за стенка, да. Тут у меня, грубо говоря, такие пометочки, что сделать, там, и так далее. Вот это самая большая, ребята, пачечка. И то, по-моему, она не вся. У нас тут, ну, она рассыпалась, потому что она была настолько большая, что кнопки не хватало удержать это все на стенке. Вот. Это подписчики, которые очень много донатили на стримах. Вот. И я их вывешиваю, как, знаете, типа, ну, ах, вот так вот, вот. Типа, дорогие мои. Ах, друзьяшки. Вот. Они нам помогают собирать на всякие поездки в Питер. И просто помогают выживать в этом бренном мире. Вот. Вы можете даже так мельком пробежаться. То есть это те, по факту, кто заказывал сигны. Сигны у нас на стримах. Как я делаю, если они просят в донатах. 100 рублей донатят разом. Вот. И вот так вот. Смотрите. Все, все, все эти люди, все. Просто. Возможно, сейчас я не всех, конечно же, покажу, потому что тут реально утерялась большая часть. Но этим людям отдельное спасибо. Вот. Ну, пока что все. А что ты тут делаешь? Помню. Хомячие там. Орешки. Короче, мы прибыли к этому заведению снова. О, вот. Райончик такой тут так себе, на самом деле. Ну, а центр? Это центр, но райончик так себе. Ну, на самом деле красиво, если так посмотреть. Такая улица. Дома красивые. Ну, знаешь, попахиваю, знаешь, советским периодом. Советским периодом. Начало 90-х. Серьезно, ни ярких магазинов, ни каких-то огромных вывесок. То есть тут чисто спальный рейд. О, смотри, что нашел. Оптимизм. В общем, ребятки, мы встретились с хозяйкой, пообщались. Немножко удивительная, на самом деле, встреча была. Лично для меня. Дело в том, что у них вот это заведение, оно выглядит как пивнушка. А на деле там, на самом деле, неплохой ресторанчик. Но я не стал там снимать. Потому что там у нас люди незнакомые. Деловая встреча была, да. Они пытаются сменить имидж прошлого заведения. То есть получается, вот это заведение, оно не столько их, сколько чужое было. И имидж у них был чужой. Они сейчас переработали и попросили меня им в этом помочь. Вот что самое главное. И это прикольно. То есть мы им там контактики оставили. Я не знаю, каким образом мы это будем делать, но все равно интересно, что какое-то заведение попросило меня помочь в их развитии имиджа. Вот это вот, что самое интересное. Ну ты таким еще не занимался. Я таким еще не занимался, и это будет очень интересный опыт. Здорово, да? Да. Да. Весьма. Весьма. А сейчас мы, короче, идем на почту забирать китайскую посылку. Можно было в среду там сходить. Что-то, кстати, дождь пошел. Чувствуешь? Да, утром тоже было. Чувствуешь? Вы только гляньте, какая классная машина. Я по таким просто балдею. Не знаю, она лагая, прям американская, старая, еще с такими колесами. Хочу. Хочешь, дай этот кусок говняного штуки. Я люблю неординарный транспорт, перемещающийся по простонству. Неординарный транспорт, это всегда транспорт, который уже на помойку можно выкинуть. Ну они же такие со своей историей, знаешь, вот такой... Вот. Гога. Привет, чобака. Чобак. Знаете, а ведь за 20 лет эта почта совсем не изменилась. Это одно из немногих мест, которое время не тронуло. И каждый раз, когда я сюда прихожу, на меня давит сильное чувство ностальгии. Раньше, когда мои родственники переписывались только почтой, мы приходили сюда очень часто. Эти замусоленные ячейки, совдеповская отбитая плитка и стрёмное глянцевое дерево, которым оббиты все стеллажи. И тут до сих пор продают никому не нужную шалупонь. В виде нарезанных на диск мультики и книжек с названием типа «Твоя дача и помощь домохозяйке». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Ты хитрый сам? Сейчас или потом? Давай куда-нибудь, в более тихое место. Короче, мы понятия не имеем, откуда взялась эта посылка. Потому что то, что мы заказывали, уже пришло. А это мы даже не знаем, что такое. Так что давайте смотреть. Что написано-то хоть там? Ай, хз. А, вот, вот этого чувачка. Я помню, вот его мы заказывали. Откуда там? А ты его помнишь, я тебе покажу? А я думаю, мы его не заказывали. Мы или заказали все-таки, да, случайно? Я скажу, что это? Ну давай посмотрим. Так, открывай. Оп. Если честно, после того случая, я не очень хочу это пробовать. Да, есть такой маленький. Вот эти шарики. О, господи. Камушки. Они не мягкие. Просто какие-то китайские мампаси. На самом деле, удивительно прикольно. Что ты делаешь? Зачем ты их грызешь? Это же карамелька. Да? Ну, что мне, бог зря зубами наградил хорошими, что ли. В нескольких рядов. В нескольких рядов, да. На самом деле, удивительно неплохо для китайских сладостей. После бомбок из Гарри Поттера. Да. Ну, что, нормально, вкусно. Я не знаю, сколько нам это обошлось, потому что, видать, мы их случайно зацепили, когда покупали. Угу. И вот такой, знаешь, приятный сюрприз. Ну, она... Просто, знаешь, это здорово. Это как купила, знаешь, офигенную игру и понимаешь, что тебе в ней играть часов 200-300. Смотри, какая классная машина. Господи. А вот смотри, вот это вот в наклейках стоит говничная. Она тебе напоминает? Классный бампер вообще в наклейках. Классный, да, вот на стикер. Ни одному кажется, что вон то дерево на углу. Похоже на человека? Похоже на Эдварда руки-ножницы. Возможно. Да, как будто, знаешь, какая-то горилла с белыми ногами, и у которого в руке Приди Крюгер, блин. Росомаха просто. Росомаха, да. Очень странно, блин. Вот такие вот у нас деревья. Вот такие ночью идешь, такой, ой, блин, что это такое? Ну, то есть ты очень... Пугливый. Убитый. Идешь ночью. Видово с гвоздями, с музыкой. Да ну нахрен! Знаешь, что я больше всего люблю в жизни? Кушать. Очень много и вкусно кушать. Лифт – это маленькое пространство нашей жизни, потому что мы из дома, знаешь, как портал на улицу. Вот. И пока мы сейчас едем с нашего этажа, и сейчас мы пойдем гулять, сначала мы зайдем в Продолит, потому что мы хотим купить много канцелярии. А потом зайдем в Покушку. Вот. И вот мы приехали. Значит, сначала зайдем в Продолит, и мы хотим купить материалы для строительства макета города, на который ребята нам вчера скинули донат очень большой, и очень много, целых восемь тысяч пакентинам скинули донатом за стрим. Мы немножечко в шоке пребывали, и до сих пор пребываем. Вот. То есть, и это все для того, чтобы мы сделали макет города подписчиков. Смотри, какие огромные степли. Это даже заключенные какие-нибудь приковы к стенам. Даже не знаю, почему они такие огромные. Тут наживо просто. Наживую херачить. На них садиться надо, наверное, чтобы что-то закрепить. Не знаю, что я сделала, давай пойдем отсюда. Попробуй. Попробка. Что-то ребята, короче, мы просто заскочили купить. Ну, вот просто теперь застряли здесь. Всякости. Пойдем, вперед. Лена подержала. Лена есть, хочет, Лена подержать. Я тоже здесь хотел. Пока не попал в канцелярию, да? Не, чистый угол, а там есть разметки? Есть разметки. Да, у нас, может, неинтересно. Я думаю, это скетчбук. Ну, жопа, такие-то. Котики всякие. Короче, если ты будешь хорошо себя вести, ну, будем тебе клеить. Умница, хорошо, можешь лучше. Капец, мы еле вышли из магазина. Что, все, идем? Да. Там сейчас нас ждет ад. Слышите, как забывает. Давай, давай, пошли. Человек, наверное, просто доволен. Такая загаженная машина, зато литье хромировое, чистое. О-о-о-о. О-о-о. Чиснев, чем надо гордиться в жизни? О, Ален, ручки замерзли, да? Да, греем от тебя. Знаешь, у меня есть одно замечательное средство. Вот оно. Ладно, я же не помню, как оно. Просто нужно нажать со всей дури. Да, вот, пошла. Это, ребята, соляная грелка, кто не в курсе. Господи, как же тут дует, ёпу мать. Все, пошли. Буду греться. Да, ну-ка, дай-ка. Короче, мы сейчас, пасуки, идем. Я же будем покушать. Я вообще не уверена, что тебя слышно будет. Я так и подумал. Можно вот свалатик тут. Давай. Винни-винни-град? Ага. Винни-винни-град. Я, да, я снимаю все. Блин, вот эта штука, она реально теплая. Правда, когда у тебя руки холодные, ты не чувствуешь, насколько она горячая. Тогда руки пригреваются, и уже потом, конечно, кипиточные. Ведьмак. Чего мы тут взяли? Всякие винегретики. Винегрета мало, мне кажется. Вообще там щепотка. Ну, 30 рублей стоит. Ну, и 30 рублей стоит. Ну, это лучше, чем сок за 25 рублей трифутовый, да? Руки замерзнут, снимай. Руки замерзнут, ничего страшного. Но я хочу просто сказать, ребята, сегодня жесть, как холодно. Ну, вроде даже не то, чтобы холодно, но долбанный ветер, он просто захолебал. Вот. И даже одной соленой грелки не хватило, чтобы... Она остыла. Она остыла. Да. Ну, мы покушали, кстати, да, плотненько. Плотненько. Да. О, господи. Смотрите, какая здесь красота. Ага. Ага. А я, кстати, ребятам мне рассказал сегодня, что мы еще собираемся делать. Так вот, ну, слушай, подожди, подожди, подожди. Походу, мы в карман попали. Класс, тут ветра нет. Вот же она, синяя крыша. Нет, говорит, пойдем обойдем. А какая разница, что мы так обойдем? Мы вот тут вот напрямик вышли, вот. Вот она прямая. А так мы бы отходили вот этот дом. Ну, и ладно. Надо было с тобой спорить. Ты бы тоже мне, как тварина, на табуретке бы спор проигрывал. Отлично. Это совсем уже другая история. Так вот, сегодня мы идем в то здание с синей крышей. Да, все тот же старый замок. Все тот же старый замок. Нет, это мясник. Это уже мясник. Классное название, мясник, блин. На дно почему-то девчонки ржали, говорят, вот кальянщицы в мяснике, говорят, что-то странно. Ну, почему-то им было вот смешно, я не поняла. А, это мяснички? Ты знаешь, я не знаю, что у этих девчонок в головах, поэтому... Короче, мы сегодня будем смотреть кальян мастер-класса. Но после того раза, помните, когда я вот немножко так пригубил этот кальян, мне что-то как-то поплохело. Я вот не хочу больше кальян курить. Кальян мастер-класса, вы понимаете, о чем речь идет? Это не просто какие-то кальяны, которые там, дорогие кальяны. Это, блин, кальяны, наверное, которые заварены в женщину, которые продувать через рот и трубочку вставлены в одно место и вот курить женщину. Ну, женщина-то же прекрасная создание, правильно? Я не знал, с чем проассоциировать прекрасно сделанный кальян. Женщина, у которой вот повесна зона трубка, это прекрасно. Ну, я думаю, что... Я не хочу с собой иметь ничего общего. Настолько из женщины, это прекрасно, господа. Маньяк, честно. Итак, внимание, запоминай, я из будущего. Картошка, лук. Что еще? Яблоко. Яблоко. Если зажать нос. Если зажать нос. Привет, будущие мы. Привет. Как будто прям не забыть. Так он что, прям из Скайрима? А? Скайримский прям? Да, да. Конкретно. Есть же такой Скайрим. Такая ибонитая. Ну, ну, ну. Вот. Он прям еще похож. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!